Мои братья и сестры, хочу поговорить на очень-очень важную тему. Об этом говорят ученые ислама, и даже на публике. Тема эта касается омовения и оборачивания в саван пациентов, которые скончались от коронавируса, от COVID-19. Хочу отметить очень интересный момент. Давайте отвлечемся на момент от темы COVID-19. Вообще, когда мусульманин умирает, для людей является обязанностью омыть его тело, потом завернуть в куски белой материи, прочитать похоронный намаз, он называется Соля Тульджаназа, и после этого похоронить его тело на ближайшем мусульманском кладбище. То есть, смотрите, на нас лежит обязанность перед мусульманином, который умер. Ислам учит нас тому, что если человек был убит, или он умер от выстрела, или же он был ранен определенным образом, не буду вдаваться в подробности этих условий, но ислам учит, что при определенных обстоятельствах и условиях умершего не омывают и не оборачивают в саван. Просто читают похоронный намаз и хоронят. Такой человек считается шахидом, то есть мучеником. Это когда человек был убит кем-то и так далее. Как я уже сказал, это при определенных условиях. А теперь давайте поговорим о COVID-19. Все зависит от того, сколько мы знаем о степени угрозы заражения, которое может исходить от человека. Помните, вирус постоянно развивается. Даже медэксперты не могут с полной уверенностью сказать, что будет дальше, и какая опасность заражения может исходить от тела человека, который умер от коронавируса. Так вот, во-первых, кремация. По исламу это абсолютно недозволено. Это считается кощунством. Это неправильно. Это неуважение. И этого нужно избегать. Избегать любой ценой. Это о вопросе о кремации. Мы, мусульмане, верим, что кремировать Аллах запретил. Это неуважение к человеку. Мы верим, что человек был создан из глины, то есть из земли. И в эту же землю он и должен вернуться. В могиле оставляют пустое место, определенную открытую область, чтобы кислород оставался, чтобы продукт разложения тела впитывался в землю. Всевышний Аллах говорит в Коране, в суре Тога. Мы создали вас из земли, и в нее мы вас возвратим. И из нее же мы вас воскресим. Так вот, кремации нужно избегать, насколько это возможно. Дальше, что еще нам нужно знать? Иногда некоторые из этих экспертов говорят, что тело человека, умершего от коронавируса, является крайне заразным. И если это на самом деле так, то в таком случае, конечно, дозволяется хоронить человека, не омывая его и не оборачивая в саван. Можно сделать так. Продезинфицировать тело в больнице. Медэксперты смогут это сделать. И поместить тело в два или три пакета. Один поверх другого. Потом передать мусульманам, чтобы они похоронили его. Или проконтролировали похороны. Чтобы они прошли по всем канонам ислама. Это если будет доказано, что тело крайне заразно. А если будет доказано, что тело не так заразно, как они утверждают. Многие об этом говорят. Я сам не эксперт. Я не утверждаю, что знаю это. Так что смотря, насколько это доказано. Если докажут, что тело не настолько заразно, как об этом говорят. Или если докажут, что к телу можно прикасаться в спецодежде, то мусульмане должны надевать спецодежду, которая максимально будет их защищать. И постараться по максимуму выполнить те обязанности, по отношению к умершему, который умер от коронавируса, от COVID-19. Мы должны помнить об этом. И должны стараться делать все возможное. Но при этом избегать вреда. Для себя и окружающих. Мы не должны подвергать других опасности. Так что если докажут, что действительно находится в опасности жизнь тех, кто прикасается к телу умершего от коронавируса, если тело крайне заразно, то ни в коем случае не нужно омывать и оборачивать тело в саван перед похоронами. Но читать похорон и намаз и хоронить нужно. Итак, еще раз. Если будет доказано, что тело не крайне заразно, если докажут, что все-таки можно, будучи в защитной одежде, омыть тело и завернуть его в саван, то мы должны это делать. Пусть Аллах облегчит нам. Как я сказал, мы не знаем, как поведет себя вирус завтра, потому что он продолжает эволюционировать. Его все еще изучают. Но чего уж точно нельзя делать, так это кремировать тела. Надо всячески этого избегать. Как я уже говорил, согласно исламу, кремирование – это неуважение к человеку. Второе. Мы должны максимально принимать меры, все возможные меры предосторожности. И только если на 100% докажут, что тело умершего от коронавируса не представляет опасности в плане заражения, только тогда можно будет омывать и заворачивать тело в саван. А пока это не докажут, надо ограничиваться только похоронным намазом и похоронами. Пусть Аллах Пречистон Всевышний облегчит всем нам. Также люди спрашивают, как совершать похоронный намаз джаназа. Салят уль-джаназа проводят для тех, кто скончался. Мы знаем, что некоторые правовые школы ислама проводить этот намаз заочно, то есть не обязательно, чтобы тело присутствовало. А некоторые правовые школы не разрешают этого. Если ситуация такова, что не получается прочитать намаз в присутствии умершего из-за количественных ограничений, у вас два выбора – либо прочитать заочно, в некоторых правовых школах ислама это дозволено, это шариатское решение, как и противоположное, тоже извлечено из слов посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Так что при подобных обстоятельствах разрешается делать так. Но если кто-то следует за другой правовой школой и поэтому не считает это дозволенным, то хотя бы помолитесь за умершего. Вообще это один из самых больших даров Аллаха для мусульман. Это возможность помолиться за умерших, чтобы Аллах простил их. Пусть Всевышний Пречистый Аллах простит всех нас. Надеюсь, это короткое напоминание было очень-очень важным. Вот такую вот информацию я хотел до вас донести. Пусть Аллах защитит и вылечит всех нас. Пусть Аллах даст нам всем возможность помогать друг другу и соблюдать права друг друга. Даже если кто-то из нас скончался. Надо стараться по максимуму. Я говорю эти слова и прошу Аллаха послать нашему пророку свое благословение и мир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...